Пациентам с коронавирусной инфекцией, если они болеют не тяжело, можно лечиться амбулаторно, на дому. Однако ежедневно за ними наблюдают, в том числе посещают представители районной власти. Дистанционно по домофону узнают, соблюдают ли больные режим самоизоляции и в чем нуждаются. Если что-то требуется, ему что-то необходимое, первой необходимости, мы понимаем, что у них есть соседи, родственники, друзья, знакомые, которые им помогают. Но в любом случае может быть такая ситуация, когда что-то срочное, первой необходимости будет. Поэтому мы всегда на телефоне и говорим им, что если вам что-то нужно, звоните, мы вам принесем, привезем. Решение о переводе пациента на дом принимают медики по каждому человеку индивидуально, с учетом всех факторов риска. С начала октября, к примеру, в Кировском районе Самары из тех, кто должен сидеть дома, режим нарушил один человек. За несоблюдение карантина грозит административная ответственность. Соответственно, также данный контроль осуществляется по телефону, но уже медицинскими организациями тоже каждый день. То есть, соответственно, все наши амбулаторные больные, которые есть, охватываются контролем не менее двух раз в день. То есть, медики у нас звонят утром, управляющие обходят, ну, когда как, но в основном во второй половине дня. Только за сегодня в Самарской области зарегистрировали 130 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 13 тысяч 444. За последние сутки выздоровели 135 человек, скончались четверо. Власти призывают горожан соблюдать режим самоизоляции и не забывать о средствах защиты. Мэри Илчан Николай Сидоров, События. Мэри Илчан Николай Сидоров, События.